Всем мы помним популярность криптовалют в 2017-2018 годах, когда только ленивый не говорил о биткоине и криптовалютах. Спустя время ажиотаж утих, но это не означает, что эта тема перестала развиваться. Наоборот, рынок утвердился и занял свое прочное место в экономической системе. Многие начали успешно развивать свой бизнес в сфере блокчейн и криптовалют. И в этом курсе я расскажу вам о том, как занять свое место в этой нише. Вы можете заняться криптотрейдингом, запустить свое ICO, либо стать блокчейн-программистом. О курсе. Курс обучения рассчитан как на новичков, которые ничего не понимают в бизнесе криптовалют, но которые хотят стабильно зарабатывать в интернете, так и для опытных инвесторов и трейдеров, которые хотят повысить свой уровень. Пройдя курс, вы получите просто огромный пакет знаний, который даст вам успешную и стабильную дорогу в будущее. В курс входят обучающие видео уроки, подробные инструкции и тактики касательно криптотрейдинга. А также в конце курса вы сможете скачать PDF-презентацию и аудиофайл. Биткоин. Биткоин от английского. Бит, бит и коин монета. Пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. Минимальная передаваемая величина, наименьшая величина дробления, получила название Сатоши. Электронный платеж между двумя сторонами происходит без посредников и необратим. Нет механизма отмены подтверждения операции, включая случай, когда платеж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес. Или когда транзакция была подписана закрытым ключом, который стал неизвестен другим лицам. Средства никто не может заблокировать, арестовать, даже временно, за исключением владельца закрытого ключа или лица, которому он стал известен. Преимущества и недостатки биткоина. Когда речь заходит о криптовалютах, первое, что интересует многих, это основные преимущества биткоина, а также его недостатки, по сравнению с привычными деньгами, как наличными, так и электронными. Преимущества биткоина. Проведение транзакций напрямую между пользователями из любой точки мира, без посредников. Доступ к сети может иметь любой желающий. Все данные хранятся распределенно. Отсутствие централизированного контроля над системой. Относительная анонимность транзакций. Достичь максимальной конфиденциальности позволяет стороне сервисы с функцией смешивания монет. Неизменяемость записанных данных. Безопасность системы. В истории биткоина не было серьезных взломов в сети. Недостатки биткоина. Долгое время ожидания проведения транзакций. Высокие комиссии. Эта проблема пока и не решена. Высокая волонтильность. Неопределенное отношение властей разных стран к монете. Потеря доступа к кошельку с биткоинами грозит тем, что шансов у пользователя вернуть свои монеты фактически нет. Популярность среди хакеров, которые все чаще уводят токены у пользователей криптовалютных площадок. Принципы работы биткоин и технологии блокчейн. Основной принцип создания был в том, чтобы была создана такая база данных, которая бы не имела главного сервера. Была децентрализована. Зашифрованные копии этой базы хранятся у всех участников системы. Абсолютно все записывается в базу данных и доступно всем участникам системы. Любая новая запись в такой базе синхронизируется со всеми ее копиями у всех, кто участвует в этой системе. В работу вступают алгоритмы согласования. Если кто-то попытается украсть что-либо, то ему придется заменить данные у более чем половины участников системы. Так как сеть насчитывает более миллиона участников, то это почти невозможно. Каждый новый блок в базе содержит в себе информацию, хэш, о предыдущем блоке и так далее, блок за блоком. Эта информация подтверждает, что блок является цельным, неизменимым и неподдельным. Для того, чтобы подделать блок в платеж, придется изменить всю цепочку блоков, которая хранится не в одном месте, а на миллионах компьютерах. Принципы, которые были заложены в биткоин. Выпуск биткоин ограничен максимальным количеством 21 миллион. Этот принцип ограждает криптовалюты от инфляции. В данный момент никто не в состоянии напечатать или обесценить их. Это можно сравнить с золотом, так как золото и биткоины могут быть только куплены или добыты. Майнинг, добыча биткоина представляет собой сложный процесс расчетов, перебор чисел, при котором хэш задается специальным шаблоном. Майнинг осуществляется на компьютерах или специальных системах, фермах. Майнинг возможен как на собственном оборудовании, так и с помощью облачных сервисов. Сложность этого шаблона определяется таким образом, чтобы при любом количестве майнеров оборудования в сети биткоин появляется раз в 10 минут. Тот, кто расшифрует блок транзакций, получает вознаграждение в виде токенов биткоинов. Компьютеры, которые участвуют в добыче криптовалюты, одновременно обеспечивают возможность производить транзакции в системе, доносить эти сведения до всех участников системы путем добавления и синхронизации этих сведений между базами данных. Все новые транзакции подтверждаются раз в 10 минут, когда добыта очередная единица криптовалюты. Как устроен блокчейн биткоин, транзакции и блоки? Блок биткоина – это элемент цепи блокчейн, набор записей о выполненных транзакциях в криптовалютной сети. Блок представляет собой часть или полную информацию об операциях, которые пока не отражены в предыдущих элементах цепи. Каждый новый блок добавляется в конец цепочки без возможности внесения правок, а в его структуре содержатся данные о прошлых блоках, которые были созданы до него. В структуру блока входит запись об операциях и прошлом элементе цепи. Особенность следующего блока – наличие персонального решения, которое отражается в заголовке. Достижение цели занимает много времени, а процесс ложится на плечи майнеров, участников сети, получающих премию за новый блок. Для попадания блока в блокчейн требуется найти параметр хэша заголовка, показатель которого ниже заданного предела. Цель майнера – подобрать верные входные данные путем перебора вариантов. Для решения сдачи применяется мощное оборудование – видеокарты, либо ASIC-чипы. Если участник нашел подходящий вариант, он информирует другие узлы о получении блока, который проверяется остальными элементами цепи и включается в цепь блокчейн. Количество вариантов для заголовка определяет сложность вычислений. Чем выше этот параметр, тем больше мощности требуется для поиска решения и добычи блока. Изменение сложности происходит с периодичностью в 2016 блоков, то есть раз в две недели. На добычу одного блока уходит в среднем 10 минут. С ростом мощности сети повышается сложность добычи и наоборот. Это значит, что показатели сложности и мощности находятся в соотношении, которое остается неизменным. Не меняется и временной промежуток, необходимый для создания нового блока. В процессе добычи бывает, что майнеры получили несколько решений для одного блока. Как результат, имеет место разветвление цепи. В дальнейшем подлинной признается та ветка, которая имеет большую длину, а другая прекращает существование. Если транзакция оказалась в короткой ветви, она исключается из цепи и возвращается к числу неподтвержденных операций. Через время она включается в следующий блочный элемент. Характеристики блока биткоин. Главные характеристики блока биткоин. Первое. Добыча блока происходит с периодичностью раз в 10 минут. Второе. Каждый блок способен хранить не более 1 мегабайта информации. Этот лимит прописан в коде криптовалюты, но пропускная способность остается высокой. После оптимизации планируется увеличить объем данных до 2 мегабайт. Для примера, биткоин кэш имеет объем равный 8 мегабайт. Третье. В один блок, имеющий размер 1 мегабайт, вмещается до 3-5 тысяч операций, в которых существует 2 кошелька с ограниченным числом выходов и входов. На текущий момент пропускная способность сети 7 операций за 1 секунду. С ростом числа пользователей дефицит этого показателя все более заметен, что и привело к появлению биткоин кэш. Четвертое. Число операций, которые входят в один блок, снижается по нескольким причинам. Проведение транзакций с большим числом адресов актуально для пулов, а также применение компаниями цепи блокчейн для отправки информации или содержания реестра. Криптографические механизмы в биткоин. Криптография. Это метод использования передовых математических принципов для хранения и передачи данных в определенной форме. Так что только те, для которых они предназначены, могут читать и обрабатывать информацию. Шифрование. Один из наиболее важных инструментов, используемых криптографией. Это средство, с помощью которого сообщение превращается в нечитаемый набор символов, если его непреднамеренно кто-то прочитает. Только отправитель и получатель знают, что скрыто в письме. В современных технологиях широко используются три формы шифрования. Симметричная криптография. Асимметричная криптография. Хэширование. Симметричная криптография. Это самый известный криптографический метод. Концепция очень проста. Если разбить ее на шаги, то получается следующее. Есть сообщение А, которое вы хотите отправить своему другу. Вы шифруете сообщение с помощью ключа и получаете шифрованный текст Б. Ваш друг получает шифрованный текст Б. Затем он расшифровывает скрытый текст, используя тот же ключ и получает сообщение А. Визуально получается так. Асимметричная криптография. Асимметричная криптография использует два ключа. Открытый ключ и приватный. Для шифрования и дешифрования конкретных данных использование одного ключа отменяет использование другого. Особенности транзакций в сети Биткоин Резюмируя всю информацию о том, как работает блокчейн, можно отметить некоторые особенности переводов в сети Биткоин. Первое. Необратимость блокчейн-транзакций. Их нельзя отменить после начала процесса. В него не имеют права вмешиваться ни держатели активов, ни какие-либо сторонние силы. Второе. Анонимность. Как мы выяснили, требуется только кошелек и ключ, то есть набор случайно сгенерированных цифр и букв длиной от 28 до 34 символов. Здесь не указаны ни имена, ни фамилии, ни какие-то иные личные данные участников. Третье. Защищенность. Баланс Биткоинов конечен и зафиксирован на всех кошельках участников одновременно. Однако, только владелец приватного ключа имеет право куда-либо отправить нужную сумму. Ключ знает только он. Взломать кошелек изне невозможно. Лишиться своих биткоинов владелец может лишь по собственной неосторожности, заразив компьютер вирусом или каким-либо образом сообщив злоумышленникам данные своего ключа. Четвертое. Дерегулированность. Чтобы управлять своим кошельком, не требуется заключать никаких соглашений со сторонними организациями. Вся система работает бесплатно и независимо от финансовых институтов. Блокчейн. Что такое блокчейн? Блокчейн – это технология, полностью защищенная от манипуляций. Вся технология основана на математических принципах в определенной последовательности. И никто не сможет вернуть действие назад, посмотреть старый код. Таким образом, невозможно никак манипулировать, либо как-то изменять ее. По технологии блокчейн можно хранить что угодно – деньги, договора, любую информацию. Любой созданный смарт-контракт никак нельзя изменить. Созданный один раз смарт-контракт будет действовать неизменно всегда. Таким образом, технология блокчейн обеспечивает полную правдивость чего-либо. Где можно применять блокчейн? Блокчейн можно применять в таких сферах, как social web, big data, mobility, internet of things, machine learning, drones и robotics, облачные сервера, сфера информации, документы, веб-сайты, фотографии, PDF-файлы, email, PowerPoint-слайды. Технология блокчейн нужна будет практически в любой области. Энергия, музыка, искусство, авторские права, выборы, деньги, контакты, общение, другие финансовые продукты. Будущее блокчейн и как на этом зарабатывать? Инфраструктура блокчейн и как на этом зарабатывать? Вы можете создать свою биржу. Биржа берет 0,4% за транзакцию. Новостной сайт. Вы можете зарабатывать на рекламе. Можете создать свой новостной сайт и публиковать там рекламные объявления, либо рекламу от Google. Информационные ресурсы. Создайте информационный ресурс, например, в Instagram. Наберите подписчиков и сможете смело там брать деньги за рекламу. Государственный сектор. Оптимизация при помощи блокчейн. Здесь можно делать многомиллионные заказы, реестры, кадастры, решения в сфере блокчейн. Есть громадный запрос в образовании блокчейна. Нужны люди, которые все это будут реализовывать. Ограничение блокчейна. Статус государства как регулятора. В настоящий момент валюты, используемые в финансовых транзакциях. Если блокчейн широко распространится в финансовых институтах, то государственные органы должны будут определиться, как его регулировать, иначе его статус останется неопределенным. На данный момент норм и законов, регулирующих его работу, нет. Вопросы безопасности и приватности. Несмотря на существующие решения в области безопасности с использованием сложных алгоритмов шифрования, проблемы кибербезопасности остаются одним из главным факторов, влияющих на решение общества о передаче персональных данных с помощью блокчейн. Уязвимость программного обеспечения. Баги в коде программного обеспечения существуют всегда. И это является особой уязвимостью для злоумышленников. Вопросы интеграции. Когда организация внедряет новую технологию для модернизации своих бизнес-процессов, она сталкивается с проблемой регулирования изменений для интеграции новой системы в соответствии с старой системой. Понимание технологии. Один из наибольших операционных рисков заключается в том, что относительно небольшое число людей понимает, как он работает. Программисты и хакеры обладают экспертными знаниями в написании программного обеспечения, понимании базовых функций и могут работать с этим. Затраты на внедрение. Сокращение издержек, которые обещают внедрение блокчейна, воодушевляет. Однако внедрение потребует высоких первоначальных затрат, которые нельзя не принимать во внимание. Децентрализация является одним из ключевых элементов блокчейна. С ее появлением отпадает необходимость в использовании централизированных систем и электронных платформ типа Google Drive. Децентрализированные базы данных позволяют децентрализировать и защитить способ обмена информацией. Четыре вида алгоритмов блокчейн. Одним из наиболее важных аспектов децентрализированного криптовалютного проекта является алгоритм консенсуса. Ведь именно от него зависит внедрение новой цифровой валюты. Консенсусные алгоритмы предназначены обеспечивать достоверность транзакций через проверку точности проведенных действий, которая распространяется между многими участниками сети. В рамках существующих блокчейн-проектов выделяют четыре основных алгоритма консенсуса, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества. Первый. Доказательство работы. Proof of Work. Proof of Work был первым успешным децентрализированным алгоритмом консенсуса в блокчейне. Proof of Work используется в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, Monero и на многих других платформах. Самый известный алгоритм работает следующим образом. Вначале пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены. Затем все произведенные транзакции собираются в блоки и записывается в распространенный открытый реестр – блокчейн. Этот алгоритм является честным и понятным, ему можно доверять. Однако у Proof of Work есть главный недостаток – потребление огромного количества энергии. Второй. Доказательство владения доли. Proof of Stake. Во всех реализациях для проведения транзакций требуется от участников доли части монет, которые они хранят в сети. Proof of Stake является альтернативным механизмом Proof of Work, впервые реализованным в 2012 году в криптовалюте Percoin. Идея Proof of Stake заключается в решении проблемы Proof of Work, связанной с большими затратами на электроэнергию. Достоверность произведенных транзакций подтверждают валидаторы. Преимущество Proof of Stake заключается в том, что он более энергоэффективен и, возможно, лучше предотвращает атаки, чем Proof of Work. Третье. Делегированное подтверждение доли – Delegated Proof of Stake, которое было разработано Даниелом Ларимером в 2014 году. Только внешне похоже на Proof of Stake, ведь детали реализации двух алгоритмов существенно отличаются друг от друга. В Delegated Proof of Stake вместо ставки на монеты для проверки транзакций держатели токена в ходе голосования выбирают валидаторов транзакций, которые будут формировать блоки. Вес каждого голоса определяется суммой активов голосующего. Держатели монет в случае сомнений могут перевыбирать кандидатов. Благодаря этому можно достичь высокой устойчивости сети. Если большая часть исполнителей вышла из строя, то сообщество тут же проголосует за их замену. Четвертое. Задача византийских генералов. Византийская отказоустойчивость. Byzantine Fault Tolerance носит весьма технический характер, как и другие консенсусные алгоритмы. Целью Byzantine Fault Tolerance является установление доверия между несвязанными сторонами сети. Byzantine Fault Tolerance позволяет валидаторам свершать быстрые транзакции, управлять каждым состоянием сети и обмениваться сообщениями друг с другом, чтобы получить правильную запись транзакции и обеспечить честность. Данный алгоритм реализуется компанией Ripple, где валидаторы предварительно выбираются фондом Ripple и Stellar, где любой может быть валидатором. Доверие устанавливается сообществом. Byzantine Fault Tolerance считается выгодным алгоритмом, поскольку он масштабирует и охватывает транзакции с низкой стоимостью. Но как и Delegated Proof of Stake внедряет компонент централизации? Смарт-контракты Смарт-контракт – это электронный алгоритм, обеспечивающий или даже автоматизирующий процесс заключения договоров. Основная идея – модернизация трудоемкой процедуры, таким образом, чтобы все стороны понимали соглашение одинаково и без расхождения в трактовках. Для описания условий и исходов смарт-контрактов используются языки программирования и математические инструменты, например, криптография с открытым ключом, а выполняются такие контракты на компьютерах. Смарт-контракты позволяют обмениваться активами, не прибегая к услугам посредников. Кроме того, смарт-контракты не просто содержат информацию об обязательствах сторон. Программный код подтверждает выполнение условий контракта и автоматически определяет, что делать с указанным активом, передать участнику сделки, вернуть отправителю или нечто посложнее. Все это время в децентрализированном реестре хранится копия этого документа, что обеспечивает его защищенность и достоверность и не позволяет ни одной из сторон изменить предоставление условий контракта. Одно из главных преимуществ использования блокчейна как транспорта для смарт-контрактов, отсутствие необходимости привлекать третью сторону в качестве гаранта соблюдения условий. Смарт-контракты обеспечивают безопасность сделки и лишены риска неоднозначной трактовки условий, благодаря тому, что основаны на криптографии. Как работают смарт-контракты? Смарт-контракты основаны на технологии блокчейн. Это распределенный реестр, который представляет собой децентрализированную систему, которая существует благодаря множеству компьютеров, объединенных в одну сеть. Смарт-контракты – это по сути программы, которые создаются на основе компьютерной логики и передаются в виде кода. Именно поэтому участники сделки или договора могут быть уверены, что все условия контракта будут соблюдены и никто из участников не сможет изменить условия или интерпретировать под себя. Код – это закон умных контрактов. Преимущества и недостатки смарт-контрактов Смарт-контракты обладают такими преимуществами экономия средств и времени, так как больше не нужно прибегать к услугам посредников для заключения договоров или сделок. Обеспечивается безопасность, так как прописанные условия контракта хранятся в распределенном реестре и никто не может их изменить. Отсутствие посредников позволяет участникам контракта работать на более выгодных условиях и экономить свои средства на юристах, нотариусах, аудите и посредниках. Смарт-контракты обеспечивают более быстрое разрешение вопросов. Как только условия контракта выполнены, стороны сразу же обмениваются активами. Все смарт-контракты включают в себя код, который не всегда правильно функционирует. Транзитные данные могут быть повреждены, приватные ключи взломаны. Разработчики продолжают работу над устранением этих проблем. Несмотря на недостатки, смарт-контракты все больше закрепляют себя на рынке многих стран мира. AtomicSwap. На традиционных криптовалютных биржах все чаще и чаще происходят неполадки. Участились и хакерские атаки на них. Для децентрализированных валют необходимы децентрализированные технические решения. Один из путей к решению поставленной задачи AtomicSwap. Основная идея – позволить держателям криптовалют обмениваться токенами в режиме peer-to-peer, исключив из системы какие-либо централизированные платформы. Что такое AtomicSwap? Это механизм, позволяющий двум держателям токенов в двух разных блокчейнах совершить обмен без участия доверенного лица. Например, купить NEO за биткоины. Перед совершением транзакций каждый из участников соглашается с заранее установленными условиями. Оба владельца используют свой приватный ключ для подписи своей версии транзакции. Обмен происходит мгновенно и не требует ни участия посредников, ни комиссии. Принцип работы AtomicSwap использует так называемые блокировки с ограничением по времени. HTLC фактически это контракты, которые поддерживает сама учетная система цифровой валюты. Пара специальных контрактов гарантирует, что если монеты одной валюты меняют владельца, то и монеты второй валюты также. А если одна из сторон контрактов не подтвердит перевод в срок, то монеты вернутся изначальным владельцам обратно. Таким образом, монеты обеих валют блокируются до тех пор, пока все условия не будут выполнены и подтверждены. Либо обмен монетами выполнится атомарно, либо будет отклонен полностью. Будущее децентрализированных технологий Биткоин, как первая криптовалюта, заставил нас пересмотреть определение средств для сбережений и дал возможность заглянуть в будущее мира, работающего на децентрализированных приложениях ДАПС. Эти распределенные, эластичные, прозрачные и стимулирующие пользователи приложения проявят себя в этом мире, распределяя технологический ландшафт. Рождение децентрализированных приложений, так как концепция пока еще в зачаточном состоянии, не может быть единственного определения, что такое ДАПС, однако существуют характерные общие черты ДАПС. Открытое программное обеспечение. В идеале оно должно регулироваться автономно и все изменения должны приниматься путем консенсуса или большинством его пользователей. Его базовый код должен быть доступен для изучения. Децентрализированность. Все записи работы программы должны храниться на публичном и децентрализированном блоке, чтобы избежать ошибок централизации. Поощрение. Валидаторов блокчейна следует стимулировать, вознаграждая их соответствующими криптографическими токенами. Протокол. Сообщество. Приложение. Довольно согласовать криптографический алгоритм, показывающий доказательства стоимости. Например, биткоин использует Proof of Work. И Ethereum в настоящее время использует Proof of Work, планируя использовать гибрида Proof of Work и Proof of Stake в будущем. Финансы и криптовалюта. Что такое криптовалюты? Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и контроль, за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учет криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии. Цифровая подпись на основе системы с открытым ключом. Последовательное хэширование. Криптовалюта может быть разработана с нуля или использовать общественный исходный код другой криптовалюты. Если помимо кода новая криптовалюта также использует уже имеющуюся цепочку блоков исходной криптовалюты, такую криптовалюту называют форком исходной криптовалюты. Для своей эмиссии разные криптовалюты применяют майнинг, форжинг или ICO. В целом криптовалюты более безопасны, чем большинство существующих финансовых услуг, включая устаревшие банковские платформы, такие как SWIFT, которые неоднократно подвергались риску со стороны хакеров. Что влияет на рост и падение криптовалют? Основной момент, который движет рынком, это его капитализация. На данный момент капитализация рынка криптовалют более 200 миллиардов долларов. Для аналогии хочу привести рынок акций. Наиболее капитализированная компания это Apple, с капитализацией порядка 800 миллиардов долларов. На сайте coinmarketcap.com можно видеть целостную картину по рынку криптовалют. Что способствует капитализации рынка криптовалют? Криптовалюты официально легализированы практически во всех крупных странах мира. ICO проводится с привлечением денежных средств только в криптовалютах. Крупные финансовые игроки вошли на рынок. Растущий спрос. Технологии, основанные на блокчейн, становятся все более востребованными. Современные технологии вытесняют старое. Рынок уже достаточно капитализирован, чтобы официально утвердиться в финансовом мире. Как делать деньги на криптовалютах? Инвестиции. Кратко об инвестициях. Инвестирование различается по доходности и рискованности. Сроки инвестиции бывают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Нужно понимать, что на рынке в этой экосистеме образуется много хайпов по MLM структуре. Поэтому нужно тщательно смотреть, во что вы вкладываете свои деньги. Вот наиболее интересные инвестиционные инструменты. Есть возможность инвестирования в ICO. Инвестиционный трейдинг. Портфельное инвестирование по криптовалютам. Дать деньги в управление хедж-фонду. Например, Genius Finance. Топ 11 криптовалют, в которые стоит инвестировать. Биткоин. Причины. Номер один. Криптовалюта в мире. 60% средний процент капитализации валюты от всеобщей капитализации. Проверенная временем. Самая интегрируемая криптовалюта в повседневной жизни. Эсериум. Причины. Самый высокотехнологичный блокчейн, который позволяет создавать многофункциональные приложения для улучшения реальных взаимоотношений между людьми в самых разных сферах, в том числе в бизнесе и финансах. Второе. Руководство придерживается своих обещаний. Основатель Виталик Бутерин постоянно улучшает не только функционал площадки, но и думает о развитии бизнес-модели. Все большее количество компаний и бизнесов входит в альянс Эсериум, например, Сбербанк России. Криптовалюта Эсериум очень недооценена. Лайткоин. Причины. Форк Биткоин и одноименная пиринговая система, которая отличается от Биткоин тем, что в программном обеспечении Лайткоин была активированная поддержка Segwit для решения проблемы масштабирования Биткоин, стремится стать криптовалютой номер один по капитализации. Рипл. Причины. Одна из первых криптосистем, которая начала внедрять технологию блокчейн в реальные секторы экономики, в особенности в банковскую сферу. Большой плюс системы в том, что она работает абсолютно легально в тесной координации с регуляторами. Уверенно занимает место в первой пятерке криптовалют по капитализации. Данный вид технологии активно внедряется в экономику различных крупных стран. Стабильный трейдинг. Рипл недооценен. Йота. Причины. Уникальная на рынке технология. Подтверждение транзакций. Отсутствие майнинга. В концепции лежит альтернатива блокчейну. Антициклический граф. Высокая перспективность использования технологий в транзакциях информации. Готовность криптовалюты к глобализации и регуляции. Входит в топ рынка криптовалют. Усовершенствованная блокчейн-система. Нео. Причины. Один из самых высокотехнологичных блокчейнов, который позволяет создавать многофункциональные приложения. Взаимодействие с правительством Китая о внедрении данной технологии в биржевой торговле и транзакционном бизнесе. Передовые идеи по развитию криптовалюты от руководства. Нацеленность на азиатский рынок и растущие экономики. Молодая и недооцененная крипто-система. Нем. Причины. Уникальная площадка для запуска различных приложений, которые используют технологии блокчейн, электронные платежные системы, торговые площадки и т.д. На базе платформы создано уже более сотни успешных приложений, которые успешно функционируют. Постоянно растет спрос на использование площадки от крупных компаний для реализации своих проектов. Входит в топ-20 по капитализации. С площадкой работают крупные игроки. ЭОС. Причины. Новая технология блокчейн. Использует протокол делегированного доказательства доли. Планы руководства создать систему для работы с приложениями по технологии блокчейн, с возможностью масштабирования проектов. Постоянные улучшения внутри самой криптовалюты. Высокий потенциал внедрения самой технологии. ДАШ. Причины. Открытая децентрализированная платежная система, использующая механизм под названием DarkSend для того, чтобы сделать транзакции анонимными. Интерес к платежным блокчейн-системам постоянно растет. Стоимость активов во времени растет. Кардана. Причины. Смысл криптовалюты состоит в децентрализированной платформе, которая обеспечивает высоконадежную и масштабируемую комплексную передачу данных. Возможность регуляции, при этом сохраняя конфиденциальность. Особенности кардана. Новый язык программирования, смарт-контрактов. И тот факт, что код платформы написан не на C++, а на Haskell. Монеро. Причины. Самая неотслеживаемая криптовалюта. Решение для черного рынка. Дополнительные рекомендации по инвестированию. В мире существует 5000 криптовалют. Но как распознать те, в которые стоит инвестировать? Ответ. Понятие ее рыночной ценности. Криптовалюта никому не нужна, если вы ничего не сможете на нее купить. Поэтому перед покупкой любой криптовалюты необходимо оценивать ее капитализацию и ежедневный денежный оборот. Оценивайте технологичность и востребованность данной криптовалюты. Как осуществляется инвестирование в криптовалюту? Сначала покупается биткоин на реальные деньги, фиат. После происходит обмен на любую из криптовалют. Не рекомендуется хранить значительную сумму активов на бирже. После покупки стоит перенести ее в кошелек, о которых я расскажу в следующих уроках. Совет. Если вы хотите инвестировать и получать большую прибыль в ближайшем будущем, начинайте уже сегодня. Инвесторские лайфхаки. Криптовалюты. Это не валюты. Это блокчейн-идеи, обеспеченные определенным кодом. Так называемым смарт-контрактом. На которых строится новая экономика. Другими словами, криптовалюты – это товар. При выборе криптовалют для инвестирования и покупки необходимо инвестировать не в саму криптовалюту, а их блокчейн. Перспективу роста и реальную потребность в будущем у всего человечества. При инвестировании необходимо разработать собственную инвестиционную стратегию, исследовать ей, носить только небольшие коррективы по ходу дела. Важную роль имеют окружение и единомышленники. Избавьте себя от ненужного информационного шума. Как делать деньги на криптовалютах? Трейдинг. Что такое трейдинг? Трейдинг – это спекулятивный заработок от покупки и продажи криптовалюты. Интерес к криптовалютам, биткоин, эсериум и другим продолжает расти. И это только самое начало большого пути. Рынок только начинает развиваться. Соответственно, многих интересует, как заработать на криптовалюте и как торговать криптовалютой. Уже сейчас на рынке криптовалют есть масса интересных инструментов, монет, которые дают высокую доходность. Грамотный выбор криптовалюты и выбор хороших уровней для входа в позицию дают отличные результаты. В ближайшие несколько лет этот рынок будет развиваться. Будут появляться новые торговые инструменты. Ликвидность рынка будет расти. И сейчас я научу вас, как выжимать из рынка максимальную прибыль. А максимальную прибыль можно выжимать только на трейдинге. Для крутого трейдинга надо использовать фундаментальный и технический анализ. Сейчас все это мы изучим. Поехали! Фундаментальный анализ, как король всего. Фундаментальный анализ является базисом всей торговой стратегии. Фундаментальный анализ на рынке криптовалют представляет собой совокупность внешних и внутренних факторов, которые имеют влияние на рост валют. Поэтому, вам необходимо будет научиться отбирать важные новости и верно понимать текущую ситуацию на рынке. При торговле вы должны понимать то, чем именно вы торгуете. Перед совершением сделок по выбранной паре, надо разобраться, насколько эта монета является спекулятивной. Имеет ли она что-нибудь под собой? Что предлагают разработчики? Какую идею реализует команда? Кто ее создатели? Какие планы разработчиков? Есть ли кошельки для хранения монет? Какова суммарная капитализация монет? Какова волонтильность торговой пары? Как видите, вам необходимо ответить на множество вопросов. Технический анализ. Спекулятивный трейдинг. Понятие про тренд. Торговлю в ценовых диапазонах и поджатие цены. Треугольник и канал. Что такое технический анализ? Технический анализ. Это статистический математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен. Данный вид анализа представляет собой серию графиков, отображающихся в торговой платформе. Графики точно показывают направление движения цен, или так называемый тренд, в реальный момент времени. Большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках работают по техническому анализу. Можно сказать, что фундаментальный анализ исследует внешние факторы, которые способствуют изменению котировок, а технический анализ – внутреннюю структуру, в которую выстраиваются котировки под воздействием этих факторов. Различают также три вида направления цены. Восходящий – бычий тренд. Цена движется вверх. Нисходящий – медвежий тренд. Цена движется вниз. Боковой тренд – флэт. Колебания цены в каких-то ценовых пределах. Тренды различают. Долгосрочные – хорошо видны на недельном графике. Среднесрочные – хорошо видны на дневном графике. Краткосрочные – хорошо видны на четырехчасовом графике. Уровни ценового диапазона. Основным инструментом, который я использую, являются ценовые уровни. Оценка поджатия цены и учет перекупленности, либо перепроданности. Ценовые уровни – это, можно сказать, уровни поддержки и сопротивления. Но не горизонтальные и вертикальные, как их рассказывают все, а уровни, которые формируются ценовыми максимумами. Также существуют ценовые уровни про торговки, в которых сейчас торгуется цена. А теперь давайте рассмотрим все на практике. Волновой анализ. Движение цены на рынке происходит волнообразно. Поэтому стоит понимать, волна – это своеобразный тренд. Волны, которые формируются в направлении общей тенденции, мы называем действующими, а те, что против нее – противодействующими. Действующие волны двигают рынок в общем тренде, а противодействующие корректируют эти движения. Можно сделать следующие выводы о фрактальности волн. Каждая волна состоит из мелких волн и в то же время самообразует более крупные волновые структуры. На одном и том же графике присутствуют волны разных масштабов. Оценка уровня перекупленности и перепроданности. Индикатор RCI как помощник в этом. Суть рыночной перекупленности и перепроданности. Перекупленным называют рынок, когда цена поскочила слишком быстро и высоко, то есть мы ожидаем ее понижения. Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, то есть мы ожидаем ее повышения. Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше движется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ, формирование спроса и предложения. Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются. Тогда данные группы игроков действуют однонаправленно. Отличным помощником в этом является индикатор RCI. Индекс относительно силы RCI от английского Relative Stretch Index, индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность ее смены. С помощью индикатора мы можем хорошо отследить направление тренда и состояние рынка, когда он перекуплен или перепродан. Работа с разными таймфреймами. Таймфрейм. От английского таймфрейм. Временной промежуток на графике актива, когда отображаются колебания актива за определенное время. Например, включая таймфрейм M5 5 минут, мы видим свечи бары длительностью в 5 минут. Базовые принципы теханализа были и остаются неизменными на всех таймфреймах. Ведь много благоприятных возможностей для входа в рынок, можно найти на любом временном интервале. Для работы и анализа я использую основные таймфреймы 1 час, 4 часа и дневной график. Иногда при фундаментальном анализе я использую недельный график и месячный график. Можно использовать более мелкие таймфреймы для работы в рынке 30 минут, 15 минут и 5 минут для более частой торговли. Но это не мой стиль торговли. Риск менеджмент. Снижайте риски всеми возможными способами. Не стоит идти на неоправданный риск, необходимость которого исходит от вашей жадности. Запомните, что больше половины людей, которые оказались на обочине рынка, просто не сумели грамотно оценить риски и усмирить свою жадность. Не гонитесь за облачным профитом. Если монета сделала рост плюс 20%, а вы получили от этого роста только 10% прибыли, то это не повод для того, чтобы рвать на себе волосы. Если вы не успели запрыгнуть в поезд перед ростом, то не стоит брать монету с уже заметной наценкой. После каждого роста есть коррекция, на которой вы и сможете в случае чего приобрести интересующий вас актив. Не покупайте один актив на весь ваш депозит. Грамотно распределяйте свои средства. Правильная торговля во многом зависит от верного распределения денежных средств начинающего трейдера. Именно грамотно подобранные пропорции распределения депозита спасают трейдера криптовалют от возможных просадок. Но какие пропорции подбирать и на какие цели выделять часть депозита зависит только от вас. Верьте только себе. Игнорируйте трейдеров-комментаторов. Есть много людей, которые специально дезинформируют, поэтому в ваших же интересах полагаться на собственный рассудок. Работа над эмоциями. Четкий торговый план. Торговый план – это важная составляющая трейдинга. Вы должны четко понимать, сколько вы ожидаете получить от рынка и сколько можете потерять. Вы должны четко следовать своему плану, иначе в итоге ничего хорошего вы не получите. Эмоции в трейдинге. Успокойся или проиграешь. Как вы думаете, что сильнее всего мешает трейдеру на пути к успеху? Неустойчивость рынков? Политическая нестабильность? Возможно, недостаток информации о ценных бумагах? По оценкам экспертов, едва ли не самый важный фактор, отрицательно влияющий на деятельность трейдера – это его собственные эмоции. На 10% успех трейдера зависит от его стратегии. На 30% – от грамотного управления капиталом. И на целых 60% от эмоций. Почему эмоциям придают такое значение? Все очень просто. Финальное решение о том или ином действии трейдер принимает сам, а значит только от него будет зависеть, какие сделки будут совершены и когда. В этом смысле решение о покупке акций мало чем отличается от выбора шампуня, ресторана или спутника жизни. Все мы знаем, что принимая то или иное решение, мы далеко не всегда руководствуемся объективными факторами. Порой, находясь под влиянием эмоций, мы можем сделать выбор, который впоследствии покажется нам очевидно проигрышным. Главная опасность, которую несут в себе эмоции, заключается в том, что трейдер может отступить от стратегии. В этом случае исход событий совершенно непредсказуем. Трейдер будет руководствоваться уже не объективными факторами, а случайными, субъективными. Главные эмоции, которые мешают трейдеру, это страх и жадность. Страх делает трейдера неуверенным в себе и выбранной финансовой стратегии. Именно страх заставляет трейдера в случае малейшей неудачи закрывать сделку раньше, чем это было бы определено стратегией. В этом случае он лишает себя возможности превратить так напугавший его минус в плюс. Жадность заставляет трейдера оставаться в игре дольше необходимого. Даже если дела идут хорошо, необходимо уметь вовремя завершить работу. И то, когда наступает этот момент, определено стратегией. При появлении такого опыта может произойти несколько вещей. Трейдер перестанет торговать на бирже вовсе и будет говорить, что торговля – это очередной интернет-обман. Страх парализует трейдера и он не сможет в дальнейшем адекватно оценивать рабочие схемы, что будет проводить к дальнейшим убыткам. Страх подталкивает действовать и заключать взаимосвязывающие сделки, что еще быстрее приводит к краху. Как работать над негативным трейдерским опытом? Даже если негативный опыт не привел к полному разорению, само его наличие практически всегда негативно сказывается на дальнейшей судьбе трейдера. Существует множество случаев, когда трейдер, имея на руках инсайдерскую информацию, а также полную торговую схему, которая сможет обеспечить ему немалый выигрыш, не будет рисковать, так как имеет негативный опыт и боязнь потери капитала. Единственным путем к избавлению от негативного опыта является наличие позитивного опыта. Поэтому ни в коем случае нельзя бросать торговлю. Для приобретения положительного опыта можно проанализировать деятельность других трейдеров, а также просмотреть динамику рынка прошлых лет. Истории успеха тоже могут мотивировать на дальнейшую торговлю и побороть влияние негативного опыта на результативность торговли. Душевное равновесие трейдера – 80% успеха торговли на рынке. Биржи. Лучшие места, где трейдить и инвестировать в криптовалюту. Binance, Oxx, Huobi, Bitfinex, ZB.com, Bithump, HitBTC, Bbox, Bicex, LBank. Обзор бирж. На сайте coinmarketcap.com можно найти раздел с рейтингом бирж по объемам торгов. Здесь и видны, какие биржи являются лидером, а какие – аутсайдером. Рекомендую работать с топовыми биржами, так как они более безопасны. У каждой биржи есть свои требования к регистрации пользователей и подтверждения их личности. Об этом вы можете узнать непосредственно у самой биржи. Децентрализированные биржи. Децентрализированные биржи – DEX. Это биржа, которая работает на основе распределенного реестра. Не хранит средства и персональные данные пользователей на своих серверах и выступает только платформой для поиска совпадений по заявкам на покупку или продажу активов пользователей. Торговля на таких платформах происходит напрямую, между участниками, пир-то-пир, без каких-либо финансовых посредников. Чем децентрализированные биржи отличаются от централизированных? Централизированные биржи управляются конкретной компанией или человеком, которые ориентированы на получение прибыли. Управляющие биржи несут ответственность за защиту пользовательских данных, информации о торгах. Полностью контролируют работу платформы и самостоятельно принимают важные для развития проекта решения. Децентрализированные биржи управляются автоматически или полуавтоматически с вовлечением участников платформы в процесс принятия важных решений. Такие платформы обеспечивают техническую возможность прямого взаимодействия между участниками и используют распределенный реестр блокчейн для хранения и обработки всех или почти всех данных. Какие основные плюсы децентрализированных бирж? Большинство сильных сторон децентрализированных бирж вытекают из их распределительной архитектуры и отсутствия единого центра управления. Вот несколько ключевых преимуществ. Децентрализированные биржи обеспечивают полную анонимность пользователя. Децентрализированная биржа не хранит активы пользователей. Поэтому ни хакерские атаки, ни полный крах самой биржи не грозят потери средств, что радикально отличает их от централизированных бирж, которые взламывают достаточно регулярно, в том числе такие крупные биржи как ShapeShift и Betfinex. У децентрализированной биржи нет единой точки входа, через которую можно было бы получить доступ ко всем активам и данным, что усложняет работу для взломщиков и делает саму атаку бессмысленной. На децентрализированной бирже нет никаких личных кабинетов, не требуется верификации и даже не нужно указывать электронную почту. Поэтому личные данные пользователей никто не сможет использовать или украсть. У децентрализированной биржи нет руководства, заинтересованного в манипуляции ценами внутри биржи. Поскольку биржа имеет распределенную архитектуру, органы власти не могут ее закрыть или заморозить ваш счет. Таким образом, децентрализированные площадки оставляют пользователям полный контроль над их средствами, заявками и данными, а вместе с тем и полную ответственность за свои действия. Peer-to-peer Bitcoin Exchange Peer-to-peer – это децентрализированный обмен криптовалют напрямую между пользователями. Вся логистика осуществляется специальным ПО, поэтому не требуют третьи лица. Как создавался Peer-to-peer? Peer-to-peer стал решением проблем, которые имеют обычные обменники. По большему счету, обменники всегда служили воротами в мир криптовалют. Малое число магазинов, принимающих биткоин, требовало создания промежуточного звена между мировой экономикой и биткоином. Им стали такие обменники, как Bitstamp, BTC, BTC Chino и Kraken, ставшие самым популярным местом обмена крипто и фиатных валют. Проблема в том, что в отличие от биткоина, обменниками управляют люди. Они следят за всеми действиями пользователей, служат арбитрами в спорах и собирают вознаграждения за свои услуги. Чтобы избавиться от этих недостатков, были созданы Peer-to-peer обменники. ICO Что такое ICO? ICO – Initial Coin Offering. ICO по-простому – это желание компании продать свои активы впервые. Если сравнивать с IPO – выход компаний на биржу акций, то выход на IPO стоит минимум 1 миллион долларов. И к IPO нужно готовиться почти год. ICO намного дешевле и длится примерно 2 месяца. Но акции здесь покупаются через криптовалюты. И здесь нужно меньше юридических нюансов. И эти акции гораздо проще купить. ICO стоит от 100 тысяч до полумиллиона долларов. Первый ICO сделал Виталий Бутерин, создатель Ethereum. Когда он создавал Ethereum, он сказал, что вы, инвесторы, получаете токены за свои инвестиции. ICO и стартапы Стартапы нашли новый способ привлечь инвестиции. Он получил название ICO и материальное воплощение в виде токенов. Люди приобретают их с целью обогатиться в будущем. Что возможно при условии успешного развития проекта. Однако гарантий получения прибыли никто не дает. Поскольку не все стартапы становятся звездами, а сами по себе токены ценности не имеют. Рассмотрим механизм их выпуска более подробно. Что такое токен ICO? Initial Coin Offering подразумевает распределение цифровых токенов среди инвесторов, которые приобретают их посредством крипто или фиатной валюты. На что следует обратить внимание перед участием в ICO? Перед приобретением цифровых монет, инвесторам следует тщательно изучить Token Sales Agreement данного ICO. Этот документ вполне может содержать важную информацию, которую скрыли намеренно или нет организаторы проекта. Демонстрация рабочего прототипа, наличие смарт-контракта на GitHub, наличие white paper и правильно отформленной документации. Публичность оферты со всеми ее положениями и условиями. Наличие условного счета, escrow, для учета ресурсов, которые будут использованы при наступлении тех или иных обстоятельств. Анализ команды проекта, проверка их аватаров на предмет наличия в фотостоках. Безупречная репутация, выражающаяся в официальной регистрации и отзывах других участников. Какие были примеры наиболее успешных ICO? Brave. Стремительный взлет показала разработка нового браузера. Порядка 35 миллионов долларов за полминуты. Storage. Для сбора всех десятков миллионов криптовалютному проекту понадобилась 1 майская неделя 2017 года. Aragon. Необходимая сумма была аккумулирована всего за 15 минут. Mobilegon. Казал сумасшедшие результаты. 53 миллиона долларов. Status. А этот проект и вовсе положил сеть Ethereum на лопатки, когда выбил 100 миллионов долларов. Bancor. Результатом этого стартапа стал сбор почти 400 Ethereum. Более 150 миллионов долларов за каких-то 3 часа. Tezos. Всего 206 миллионов долларов за несколько суток. ICO. Как инвестировать в ICO? Есть список ресурсов, где публикуются лучшие ICO. 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 Rating.com. ICO. Bazar.com. ICO. Bench.com. Как выбрать, во что инвестировать на ICO? Для начала определите нишу. Если это растущий рынок, то на это ICO стоит как минимум обратить внимание. Растущий рынок – это что-то новое. Рынок, который будет многократно капитализироваться. Важно также учитывать, замораживаются ли вложенные деньги. А если замораживаются, то на какой период? Где открыто юридическое лицо? Сингапур. Помните, что Сингапур – это офшор. Если затрагиваются как-то права США, то вы сразу попадаете под комиссию под ценным бумагом. ICO. Как запустить собственное ICO? Маркетинг. Если вы собираетесь запустить ICO, то тут важным моментом будет маркетинг. Новостные ресурсы. Маркетинг и продажи. Безопасность при ICO. Можно взломать смарт-контракт. Можно взломать адрес. Юридические моменты. Требования от бирж для токенов. Нужно узнать, какие требования требуют биржи. Взаимодействие. Важна коммуникация. Источники общения с покупателями токенов. Нужно ли вам проводить ICO? Ответьте на следующий вопрос. Может ли токен позитивно повлиять на ваш бизнес? Выпускаемый вами токен – это Акция доля в конкретном стартапе. Помним про SEC и его разъяснение. Средства учета. Количество API вызовов. Объем upload на трентах. Цифровой актив. Цифровое право собственности на землю. Способ вознаграждения майнерами. Яркий пример – биткоин. Способ предотвращения атак. Комиссии в сети биткоин. Валюта. Средства платежа между участниками. Плата за использование системы. Почему ICO выгодно для стартапов? Быстро. От 3 до 6 месяцев. Относительно недорого. От 100 тысяч до полумиллиона долларов США. Необходимо для подготовки проведения ICO. Эффективно. Много инвесторов. Инвесторы анонимные. Отсутствие посредников. Между компанией и инвесторами. Инвесторы – те, кто пользуется продуктом. Таким образом, компания получает помимо инвестиций, глубокий тест-драйв продукта и его продвижение силами инвесторов. Почему ICO удобно для инвесторов? Инвестировать может любой и любую сумму. Отсутствие посредников между инвестором и компанией. Ликвидный рынок. Вдающиеся проекты. Инвесторы приобретают криптографические токены, которые позволяют участвовать в доле прибыли компании и торговать токенами на биржах, увеличивая цену токена. С чего начать ICO? Формирование бизнес-идеи проекта и прианонс для проверки состоятельности изложенных в ней предложений. Публикация краткого содержания будущего проекта в сообществах криптовалютных инвесторов и энтузиастов. Bitcoin Talk, Reddit, Medium. Профильных ветках. Сбор обратной связи от криптокомьюнити. Принять участие в профильных конференциях, хакатонах, митапах. Первые шаги на пути к успеху. Оценить затраты на маркетинг и проведение пиар-компании. Разработать баунти-компанию с учетом целевых рынков и аудитории. Посчитать, нужно ли проводить Pre-SEO. Подготовить white paper. Перевести на основные языки вашей аудитории. Запустить лендинг и адаптировать сайт для основных платформ. Сформировать костяк Dream Team. Мотивация команды. Опцион. Вестинг. Токены. Выбор платформы для выпуска токенов. В идеальном сценарии создать MVP. Minimal Valuable Product вашего проекта до запуска ICO. Работа с адвайзерами и менторами проекта. Выбор юрисдикции для регистрирования компании. Как юридически оформить ICO? Ответьте себе на следующие вопросы. Имеет ли юрисдикция высококачественный регулятор? Имеется ли юрисдикция четкое определение криптовалюты? Имеет ли юрисдикция четкое руководство? Краунфандинг. Имеет ли юрисдикция отраслевую группу по защите интересов? Имеет ли юрисдикция надлежащие корпоративные образования для ваших нужд? Имеет ли юрисдикция благоприятную налоговую политику? Имеет ли юрисдикция четкие руководящие принципы? Имеет ли юрисдикция справедливые законы, конфиденциальности данных? Имеет ли юрисдикция эффективную инфраструктуру и доступ к таланту? Имеет ли юрисдикция доступ и близость к ключевым рынкам? Хотя это не исчерпывающий перечень соображений, но он предоставит вам базовые рамки для обсуждения с вашим адвокатом, бухгалтерами и другими поставщиками услуг. ICO шаг за шагом Создайте продукт Продукт – это самое главное, на чем основан ваш бизнес. Перед тем, как запускать продажу ваших токенов, позаботьтесь о том, чтобы у вас был хотя бы MVP – Minimal Valuable Product, а также вам нужны примерно от 100 до 150 тысяч долларов для старта ICO. Другими словами, вам нужны деньги, чтобы заработать деньги. Создайте свой токен. По сути, вы просто создаете токен в экосистеме Эсериум, который реализует смарт-контракт. Ваш токен будет также совместим с кошельком Эсериум и любым другим клиентом или контрактом. Таким образом, выглядит токен и смарт-контракт вы можете посмотреть на сайте «Esserium.org.token». Есть сервисы, которые помогают создать смарт-контракт, например, «OpenZeppelin.org». Получите юридическое заключение. Для того, чтобы вам доверяли крупные деньги, вы должны не только предоставлять качественный продукт, но и быть юридически грамотно оформлены. Создайте «White Paper». По сути, описание финансового плана, включающие описание продукта, описание команды и описание стратегии генерации. И распределение токенов. Пример – качественный «White Paper». Качественный маркетинг. Создайте сообщество, которое будет играть важную роль для старта продажи токенов в первые дни. Вы можете использовать чаты и различные коммуникационные каналы, например, такие, как «Телеграм». Первоначальные продажи токенов обусловлены качественной рекламой, а реклама подкрепляется вашим сообществом. Поэтому, если вы неправильно построите ваш маркетинг, то вы увидите, что практически никаких продаж токена нет. Разместите свой токен на биржах. Как только вы создали свою монету и готовы к запуску, вам нужно связаться с биржами для того, чтобы разместить ваш токен у них. Размещение на бирже просто необходимо. Большинство токенов, которые размещены на биржах, вы можете отслеживать на сайте coinmarketcap.com. Большинство компаний удерживают ряд токенов для учредителей, сотрудников и инвесторов. В конечном счете создается новый рынок без акций на основе новой криптотехнологии. Кошельки. Существует три типа биткоин-кошельков. Аппаратные, программные и бумажные. Аппаратные кошельки – это физические носители, записанными на них секретными ключами. Программные – это софт, либо устанавливаемый на компьютер, либо находящийся в интернете. Бумажные кошельки – это документы с напечатанными на них ключами. Для использования аппаратных кошельков вам понадобится цифровая подпись, которая служит идентификатором. С ее помощью вы доказываете, что у вас есть персональный секретный ключ. Не используя его публично. Цифровые подписи подтверждают право собственности, позволяя хранить приватные ключи в безопасности. Преимуществом аппаратных кошельков является то, что личные ключи изолированы от компьютера, так что риск кражи сводится к нулю. А вот программные кошельки подключены к интернету, поэтому они всегда находятся в потенциальной опасности. Единственный недостаток гаджета – его стоимость. Большинство софтовых кошельков бесплатны. Но так как аппаратные модели защищают средства намного лучше, многие пользователи предпочитают переплатить. Плюсы горячего онлайн хранения биткоинов. Можно перевести или продать в любой момент. Рынок очень динамично меняется и лучше всегда иметь возможность быстро продать его из любой точки мира, с любого устройства. Не всегда так безопасно хранить биткоины на своем устройстве или в онлайн. Минусы горячего онлайн хранения биткоинов. Могут взломать сервис. Зачем нужен мультивалютный кошелек? Альткоины становятся популярней. Некоторые из них уже набрали капитализацию – более 1 миллиарда долларов. Возникает вопрос, где лучше хранить различные цифровые активы. Почему отдельный кошелек для каждого альткоина – это неудобно? Некоторые пользователи устанавливают для каждой криптовалюты отдельный кошелек, например, Electrum Dash или Ethereum Wallet, что довольно-таки неудобно, так как можно потерять либо забыть ключи доступа к ним. Почему не следует хранить большие суммы на биржах? Многие криптоэнтузиасты предпочитают хранить альткоины на биржах. Это очень удобно, так как современные торговые площадки поддерживают десятки и даже сотни различных альткоинов. Однако у такого подхода множество существенных недостатков, так как пользователю приходится доверять средства третьей стороне. Большинство криптобирж централизированы, совершенно не застрахованы от взлома, а также регулярно подвергаются DDoS-атакам. Все это ставит под угрозу сохранность средств. Поэтому пользователям, которые не торгуют большими объемами на криптобиржах, следует рассмотреть иные варианты долгосрочного хранения криптоактивов, где предоставляется контроль над приватным ключом и, соответственно, полный контроль над цифровыми активами. Онлайн-кошельки. Как и в случае с биржами, этот вариант сложно назвать надежным, поскольку он также подразумевает контроль средств третьей стороной. С другой стороны, онлайн-кошельки часто поддерживают множество популярных криптовалют и даже позволяют осуществлять транзакции с низкими комиссионными. Однако, на этом, пожалуй, плюсы такого хранения альткоинов заканчиваются. Среди множества онлайн-кошельков для цифровых валют можно выделить популярный в русскоязычном сегменте сети сервис CryptoNator или, например, Holy Transaction. Мобильные кошельки. С ростом количества смартфонов появилось и множество различных сервисов мобильных кошельков, как для Android, так и для iOS. Многие криптовалютные онлайн-сервисы имеют также мобильную версию. Некоторые мобильные кошельки отличаются высокой надежностью и интуитивно понятным интерфейсом. Таким приложением можно отнести, например, мобильный кошелек CoinNomi. Последняя версия кошелька предлагает сохранить ключевую фразу при первом же запуске приложения. В CoinNomi интегрирован популярный обменник SpaceShift и в настоящее время приложение поддерживает около 100 альткоинов. Крипто-кошельки в виде расширений для браузера. В данном сегменте значительную популярность завоевал JAX, существующий в виде расширений для браузеров Chrome и Firefox. Этот кошелек отличается удобством использования, минималистичным дизайном и гибкостью настроек. Десктопные кошельки. Хорошим инструментом для хранения криптоактивов являются мультивалютные кошельки, устанавливаемые на компьютер. Среди них можно выделить Exodus, который отличается интуитивно понятным и красивым интерфейсом. Контроль над приватными ключами и встроенная обменная платформа SpaceShift. Аппаратные кошельки. Этот тип крипто-кошельков можно считать самым надежным, поскольку такие устройства обеспечивают максимально безопасное холодное хранение цифровых активов в защитной изолированной среде. Это, пожалуй, лучший способ для долгосрочного хранения значительных объемов средств. В аппаратный крипто-кошелек надежно встроен приватный ключ, который используется для подписи транзакций. Среди наиболее популярных кошельков такого типа можно выделить Ledger Nano, Trezor и KeepKey. Каждый из них поддерживает несколько наиболее популярных альткоинов, включая Ethereum, Litecoin, Dash и т.д. Лучшие кошельки для биткоина. Ledger Nano, Trezor, KeepKey, Exodus, Jaxx, Coinbase, Airbeats, Mycelium. Аппаратные кошельки для биткоина. Без сомнения, гаджеты являются самым безопасным типом кошельков для криптовалют. Что отличает аппаратные кошельки от программных? Это холодный способ хранения. Это означает, что ваше устройство отключено от интернета и недоступно ни для кого, кроме вас. Хакеры, вирусы и другие вредоносные программы не смогут попасть ни в одно холодное хранилище. Это спокойствие и уверенность, что не обнаружишь внезапную пропажу всех денег. Обзор Ledger. Ledger и Trezor – это названия, которые всегда появляются в обзорах кошельков. Ledger Nano S функционирует, как и любой другой гаджет, но у него есть несколько незначительных отличий. Настройка устройства. Ledger довольно проста. Все, что нужно – это хром и безопасный компьютер. Ledger поставляется с пин-кодом для дополнительной безопасности. Если код введен неправильно три раза, Ledger стирает все данные. Если вы потеряете гаджет, то можете перенести данные на другое устройство или кошелек с помощью кодов. Это реальные инвестиции, которые помогают сэкономить тысячи долларов. Обзор Trezor. Trezor – это аппаратный кошелек, который хранит ваши ключи в офлайне, позволяя осуществлять транзакции с помощью цифровой подписи, без необходимости подключаться к интернету. Trezor может использоваться в качестве автономного хранилища, но в то же время он позволяет вам тратить свои коины, не переводя их на горячие кошельки. Это маленькое элегантное устройство, которое вы можете носить с собой в связке ключей. Если вы хотите еще больше свести на нет риск того, что кто-то в реальном мире взломает гаджет, Trezor предлагает защиту с помощью пин-кода. Главное, нигде не записывайте его, просто запомните. Trezor – это чрезвычайно безопасное и интуитивно понятное устройство. Цена немного выше, чем у большинства конкурентов, но функционал ее оправдывает. Обзор KipKey. KipKey – еще один аппаратный кошелек. Многим может понравиться его дизайн и размер экрана, который почти в два раза больше, чем у Trezor или Ledger Nano. KipKey не так авторитетен, как Ledger и Trezor. KipKey поддерживает Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Namecoin, TSN, Ethereum и Dash. Так что он точно понравится владельцам альткоинов. В первую очередь привлекает поддержка большого количества альткоинов. Их здесь больше, чем на других аппаратных кошельках. Но это не главное. Самое важное – следить за безопасностью. Самые простые онлайн-кошельки. Интернет-кошельки работают в облаке, поэтому пользователи могут получить к ним доступ практически с любого устройства в любом месте. Эти программы очень удобны и легко настраиваются по сравнению с гаджетами. Но все же они контролируются третьей стороной. И хотя централизированное управление помогает улучшить систему безопасности, риск по-прежнему высок. С аппаратными кошельками вы жертвуете гибкостью для обеспечения безопасности. Онлайн-кошельки предлагают другой компромисс, не в пользу защиты данных. Поэтому приходится выбирать что-то одно. Обзор Coinbase. Если вы новичок и только собираетесь купить криптовалюту, то, вероятно, вам лучше начинать с Coinbase. Coinbase – один из самых простых способов купить и хранить коины. Этот сервис наиболее популярен у людей, которые только вливаются в сообщество криптовалюты. Coinbase – это брокер, обменник и кошелек в одном лице. Здесь вы можете покупать, продавать, обменивать и хранить свои средства в рамках одной платформы. Такую гибкость не предлагает ни один гаджет. Еще одним плюсом Coinbase является его статус. Эта биткоин-компания основана в Сан-Франциско и поддерживается авторитетными инвесторами. Lloyd's London предоставляет страховку для всех пользователей биржи. Кроме того, если вы являетесь резидентом США и держите на сервисе фиатные деньги, ваш кошелек застрахован FDIC на сумму до 200 тысяч долларов. Этот страховой полис не распространяется на единичные взломы аккаунтов. Поэтому, если у вас слабый пароль и вы не принимаете надлежащих мер предосторожности, деньги вам не вернут. Вы можете получить доступ к кошелеку Coinbase через интернет или через приложение для iOS и Android. Дополнительной защитой является 48-часовое время обработки всех операций по выводу средств из хранилища. Вы можете отменить запрос в течение этого периода. Еще один плюс этого сервиса – Coinbase может закрывать ваше хранилище на определенный срок. Coinbase – отличный сервис для новичков, которые хотят купить и сохранить биткоин. Биткоин-клиенты – это программное обеспечение, которое облегчает создание и защиту секретного ключа, а также позволяет с его помощью совершать покупки. Вы можете спросить себя, в чем разница между клиентом биткоина и биткоин-кошельком. Кошелек – это данные, необходимые для того, чтобы тратить и получать биткоины. Они включают в себя секретный ключ, открытый ключ и публичный адрес. Клиент – это интерфейс в сети, аппаратное и программное обеспечение на устройстве, позволяющим подключаться к сетям. Он обрабатывает все сообщения и обновляет ваш кошелек с помощью входящих данных. Он также использует информацию из кошелька для подписи исходящих транзакций. Клиент – это просто устройство, а не отдельный сервис. Если вы все еще не понимаете, не волнуйтесь, термины пересекаются. Тем более, что большинство компаний предоставляют клиенты и кошельки, а свои услуги называют только кошельками. Например, популярный кошелек для биткоина AirBits объединяет функции кошелька и клиента. Поэтому вы можете хранить на нем данные и взаимодействовать с ними через сеть интуитивно понятным и безопасным способом. Для потенциальных клиентов кошелек, по-видимому, звучит понятнее, чем клиент. Обзор Exodus Wallet. Exodus лучше всего описывать как кошелек с активами на блокчейне, потому что вы можете хранить на нем множество криптовалют, таких как Биткоин, Лайткоин, Доджкоин, Эсериум и Даш. Если вы активно инвестируете в альткоины, Exodus вам понравится. Сервис запущен в июле 2016 года и по-прежнему является относительно новым. Встроенная функция обмена позволяет переводить альткоины в биткоины и обратно. Благодаря SpaceShift можно легко торговать криптовалютами, что встречается далеко не везде. Имейте в виду, что Exodus подключен к интернету и, следовательно, более опасен, чем холодный кошелек. Обзор Jax Wallet. Jax – еще один программный кошелек, который может понравиться новичкам. Jax доступен на Windows, Mac и Linux. Есть приложения для Android и iOS. Расширение для Chrome и Firefox. Кошелек функционирует так же, как и любой другой подобный сервис. А его простой интерфейс помогает легко просматривать информацию с аккаунта. Jax также поддерживает функцию SpaceShift, подобно Exodus. Поэтому вы можете обменивать альткоины прямо в приложении. Это довольно удобно, учитывая, что Jax работает с Bitcoin, Litecoin, Zcash, RSK, Azure, Dash и Ethereum. Платформа всегда находится в режиме онлайн, поэтому она менее безопасна, нежели аппаратный или бумажный кошелек. Обзор AirBits Mobile Bitcoin. AirBits – это синоним безопасности. Он децентрализирован, защищен и зарезервирован. Ни AirBits, ни любая другая третья сторона не могут получить доступ к вашим средствам. Сервис предлагает вам полную независимость. Это очень круто. AirBits проявляет активность в крипто-сообществе и публикует список организаций, принимающих Bitcoin. Пользовательский интерфейс прост в использовании, что делает кошелек лучшим выбором для новичков, которые беспокоятся о безопасности. Обзор MyCellium Bitcoin Wallet. MyCellium популярен среди более продвинутых пользователей, благодаря своим передовым функциям конфиденциальности и безопасности. Начинающим он покажется сложным, но пользователи ценят его открытый исходный код и прозрачность. Возможно, самым главным преимуществом кошелька MyCellium являются расширенные функции конфиденциальности, которые позволяют вам оставаться анонимными, в то время как расширенные функции безопасности обеспечивают сохранность вашего биткоина. К сожалению, MyCellium доступен только через смартфон, так как у него нет веб-интерфейса или десктопного приложения. Подводя итог, ничто не безопасно на 100%. Есть аппаратные и программные кошельки, которые приближаются к идеалу, но все равно не достигают его. Единственное, от чего эти устройства не могут вас защитить, так это от человеческой ошибки. Вы можете забыть данные для входа или стать жертвой фишинговых этап, в результате которых пользователь переходит на другой адрес. Холодные кошельки – это ваш резервный фонд. Таким образом, деньги могут лежать в безопасности долгое время. Майнинг Что такое майнинг? Майнинг в криптовалюте – это какая-то определенная работа с возможностью получения прибыли за эту работу. Майнинг был придуман для того, чтобы создать децентрализированную сеть, которая ни от кого не зависит. Если одну ячейку сети убрать, то вся сеть также без каких-либо изменений продолжит функционировать. Майнинг – это решение какой-либо математической задачи, всем общим пулом майнеров. Как можно зарабатывать на майнинге? На майнинге можно зарабатывать следующим образом. Облачный майнинг – аренда мощностей. Купить оборудование и начать майнить. В этом случае окупаемость оборудования на текущий момент составляет примерно 7-8 месяцев. Коммерческий майнинг – это организация майнинга в больших коммерческих масштабах с возможностью предоставлять облачный майнинг. При майнинге необходимо понимать, что вы собираетесь майнить и как долго майнинг в этой криптовалюте будет работать. При майнинге необходимо оценить сложность майнинга и важно понимать, что прибыль будет ежедневно падать и как это можно окупить. Для майнинга важно учитывать стоимость энергопотребления и юридические аспекты в той стране, где вы собираетесь майнить. Стоит ли начинать майнить? Мое мнение нет, но все же, если вы хотите продолжать майнить, то дальше я дам вам самые лучшие решения для того, чтобы начать майнить. Основная идея майнинга заключается в том, что люди со всего мира могут вносить свою долю в генерацию кода биткоина. Взамен они получают определенное количество биткоинов. Оплата в майнинге производится пропорционально количеству эффективных процессов. Носимым в общую генерацию кода кем-либо. Важно отметить, что абсолютная ставка, при которой биткоин выплачивается во всем мире, не изменяется в зависимости от количества майнеров. Это означает, чем большее количество майнеров будет, тем меньше доход будет пропорционально у каждого. Как майнить криптовалюту? Это не значит, что добыча полностью мертва. Вместо этого майнинг превратился в глобальную игру арбитража в области энергетики, где осуществимость определяется двумя факторами. Доступ к последним и наиболее эффективным технологичным разработкам по разумной цене. Доступ к дешевому электричеству, где бы он ни был. Как же все-таки начать майнить? Давайте сосредоточимся на альткоинах, таких как лайткоинс, доджкоинс или фэзеркоинс. Основное внимание в майнинге состоит в том, чтобы выполнить три вещи. Предоставлять вычислительные мощности для какой-либо монеты. Добыча – это по сути компьютерный учет 24 на 7, называемый проверкой транзакций. Получайте небольшую награду за предоставление своих вычислительных мощностей, получая доли монет каждые пару дней. Введите учет затрат на электроэнергию, а также обеспечивайте бесперебойный процесс майнинга с вашей стороны. Список вещей, которые вам понадобятся для начала майнинга. Вам понадобятся 10 вещей, чтобы начать майнить. Ваша база данных, так называемая монетным кошельком. Это защищенный паролем контейнер, в котором хранятся ваши доходы. Бесплатный программный пакет для разработки программного обеспечения. Обычно состоит из CJMiner и Stratum. Членство в онлайн пуле майнеров, которое является сообществом майнеров, которые объединяют свои компьютеры для повышения прибыльности и стабильности доходов. Аккаунт в бирже, где вы можете обменять свои виртуальные монеты на обычные деньги и наоборот. Надежное подключение к интернету. В идеале 2 Мбит в секунду или более высокая скорость. Установка оборудования в вашем подвале или в другом прохладном и кондиционированном помещении. Настольный компьютер или специальный компьютер, предназначенный для майнинга. Да, вы можете использовать свой текущий компьютер для запуска, но вы не сможете использовать компьютер в тот момент, когда он майнит. Отдельный выделенный компьютер идеален. Совет. Не используйте ноутбук, игровую консоль или портативное устройство. Эти устройства просто недостаточно эффективны для получения дохода. ASIC майнинг. Когда популярность криптовалют начала зашкаливать, майнинг превратился из хобби для компьютерных гениев. Весьма прибыльный бизнес. Именно тогда возник вопрос о разработке инновационного оборудования, которое позволило бы вывести майнинг на новый уровень промышленный майнинг. Так, в Китае было изобретено устройство на основе микросхем для майнинга биткоина. Первый ASIC майнер. Что такое ASIC? ASIC это микросхема, настроенная на выполнение одного определенного вида работы. На расшифровку алгоритмов, на базе которых работает блокчейн криптовалюты. Именно это и позволяет ей делать это намного быстрее и лучше, чем ее многозадачные аналоги. Стоит напомнить, что каждая цифровая валюта функционирует на базе того или иного алгоритма. Соответственно, ASIC для майнинга разрабатывается специально под определенный алгоритм. В настоящее время существует ASIC для майнинга криптовалют, работающих на базе следующих алгоритмов. SHA-256. Bitcoin, Bitcoin Cash, Syscoin, Peercoin, Namecoin и другие. X11. Валюты Dash, Pura и другие. S-Hash. Валюты Ethereum, Ethereum Classic, MateWars, ETP, Ubik и другие. Script. Валюты Litecoin, Dogecoin, B3Coin, BitDeal и другие. Equihash. Zcash, Commodo и другие. Blake. Deskret, Seacon. С технической точки зрения ASIC-майнер это блок, в котором находятся платы чипы, блок памяти, который обеспечивает программную работу ASIC-майнера. Вентилятор. Разъемы для подключения внешних устройств. Корпус и связующие элементы. ASIC-майнинг гораздо менее энергозатратный процесс, чем майнинг на видеокартах. Соответственно вопрос, что лучше, ASIC или видеокарты, не актуален. Чтобы догнать ASIC по производительности, на что влияет ASIC Quality вашей видеокарты, вам необходимо будет соорудить целую ферму из десятков графических процессоров. Но по параметру энергопотребления ферма никак не дотянет до уровня ASIC-а. Заключение. Несмотря на постоянную растущую сложность сети и бешеную конкуренцию в данной отрасли, в настоящее время майнинговый бизнес пользуется большой популярностью как среди профессионалов, так и среди новичков или любителей. В целом, майнинговый бизнес может приносить вам очень хорошую прибыль, если вы подойдете к данному вопросу самому и грамотно организуете процесс. В нашей стране подобный бизнес является достаточно перспективным, ведь тарифы на электроэнергию достаточно низкие, что позволяет максимально сократить майнинговые издержки. ТОП 8 АЛЬТКОИНОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ МАЙНИТЬ ДАШ ДАШ – это цифровая валюта с открытым исходным кодом, ориентированная на конфиденциальность, с мгновенными транзакциями. Это позволяет вам сохранять свои финансы частным, так как вы совершаете транзакции без ожидания. Эсериум Классик – вторая крупнейшая цифровая валюта. Появление Эсериум Классик создало огромную возможность для майнеров. В настоящее время Эсериум Классик является одним из самых прибыльных токенов для майнеров и привлекает значительную хэш-мощность. Лайткоин – цифровая валюта с открытым исходным кодом, пир-то-пир. Лайткоин – это одноранговая интернет-валюта, которая позволяет мгновенно получать почти нулевые платежи любому человеку в мире. Лайткоин – это глобальная платежная сеть с открытым исходным кодом, которая полностью децентрализирована, без каких-либо центральных органов. Математика защищает сеть и позволяет людям контролировать свои собственные финансы. Лайткоин отличается более быстрым временем подтверждения транзакций и большей эффективностью хранения, чем биткоин. Лайткоин планирует выпускать 84 миллиона лайткоин, что в 4 раза больше единиц валюты, чем биткоин. Сейфкоин – цифровой токен с самошифровкой. Сейфкоин – это цифровой токен. Его можно рассматривать как масло в двигателе Safe Network, построенное таким образом, чтобы все пользователи сети компенсировали стоимость, которую они предоставляют. Давайте выясним, как это работает. Сейфкоин полностью распределяется по алгоритмам сети Safe. Люди не участвуют в этом процессе. Только 4,3 миллиарда монет будут когда-либо находиться в обращении. Каждый будет иметь свою уникальную индивидуальность. Сейфкоин будут утилизированы, когда пользователи будут обменивать их на сетевые сервисы, гарантируя, что пользователи всегда будут получать деньги. Стим – валюта социальных медиа блокчейн. Стим – это платформа для социальных сетей на основе блокчейн, где каждый может зарабатывать награды. Криптовалютные платформы для опрокидывания требуют от пользователей дать что-то, чтобы вознаградить других за их вклад. С Стим вознаграждение других так же просто, как голосование за сообщения на Reddit или Facebook. Блокчейн распределяет выплаты, как 50% Steam Power для голосования и 50% Steam Dollars. Пиркоин – безопасный и устойчивый к криптокоин. Пиркоин стремится быть самым безопасным криптокоином по самой низкой цене, вознаграждая всех пользователей за укрепление сети, предоставляя им 1% годовой доход от майнинга. Пиркоин – одна из действительно уникальных альтернативных монет. Хотя его код основан на биткоине, пиркоин является первой монетой, которая вводит Proof of Stake для защиты сети. Доказательство работы также используется в пиркоин, чтобы способствовать честному распределению монет, но не обязательно для безопасности сети. Неймкоин – децентрализировать все. Неймкоин – экспериментальная технология с открытым исходным кодом, которая улучшает децентрализацию, безопасность, защиту от цензуры, конфиденциальность и скорость определенных компонентов, инфраструктуру интернета, таких как DNS и идентификационные данные. Физеркоин – открытая интернет-валюта. Интернет-валюта свободная от любого центрального банка или учреждения. Физеркоин – обходит старую банковскую систему, используя технологию одноранговых сетей. Платежи безграничны и могут обрабатываться любым доступным компьютерным оборудованием с использованием бесплатного программного обеспечения. Заключение. И в заключении стоит отметить, неважно, какое направление вы выберете – трейдинг, инвестирование, собственное ICO, майнинг, либо станете экспертом в нише блокчейн, вы будете двигаться в правильном направлении. Рынок криптовалют и блокчейна открывает большие перспективы и находится только у истоков своего становления. И важно, чтобы каждый занял свое место в нем.